Привет всем! Сегодня я готовлю праздничный стол за 1000 рублей. Поддержи нас лайком и подпиской. Жалко, что никто не захотел поучаствовать в нашем конкурсе. В этом праздничном столе будет включено одно мясное блюдо, два салата, одна закуска и десерт. Погнали! На мясное блюдо у нас будут свиные ребрышки в соусе барбекю. Данный рецепт отлично подходит не только для праздников, но и для поседневного стола. Нам понадобится Промываем наши ребрышки и обсушиваем. Смешиваем специи между собой. Тщательно смазываем со всех сторон. И убираем мариноваться в холод на 2-3 часа, либо на ночь. Запечатываем фольгу. Запекаем в духовке, ранее разогретой до 200 градусов, в течения получаса. Достаем через полчаса, освобождаем от фольги, запекаем без фольги на решетке, в течении получаса. Обмазываем соусом барбекю с двух сторон и запекаем в течении 10 минут. Ребрышки готовы. Ребрышки получились сочными и нежными, легко режутся. На закуску у нас гужеры, французские сырные шарики. Нам понадобятся. Солим и добавляем молоко. Доводим до кипения. Когда молочная смесь закипит, высыпаем муку и быстро перемешиваем, чтобы не было комочков. Снимаем с огня, даем тесту немного остыть, хотя бы до 40 градусов, чтобы не свернулись белки. В теплое тесто вводим по одному яйцу и перемешиваем, доводя до однородной массы. Натираем сыр на терке. Вбиваем миксером до однородного состояния. Добавляем горчицу. Добавляем тертый сыр. Хорошо перемешиваем. Тесто готово. Против застилаем фольгой, смазываем маслом. С помощью кодирского мешка выкладываем шарики. Разогреваем духовку до 200 градусов, запекаем в течение 10 минут. Затем уменьшаем температуру до 180 градусов и печем до румяна цвета. Переходим к заправке. Нарезаем зелень. Натираем чеснок. Растопленное масло соединяем с зеленью и чесноком. Хорошо перемешиваем. Добавляем перец. И соль. Еще раз перемешиваем. Готовые сырные шарики достаем из духовки, когда они подрумянились. Покрываем их нашей заправкой. Сверху присыпаем тертым сыром. Следующий салат из креветок и медово-лимонной заправкой. Для салата нам понадобится. Обваляем креветки в специях тако. Разогреваем сковороду, выливаем масло. Обжариваем креветки до золотистой корочки с двух сторон. Нарезаем перец мелкими кубиками. Семечки удалить. Нарезаем красный лук. Максимально мелко. Очищаем авокадо. Нарезаем кубиками. Добавляем другим овощем. Добавляем целые помидорки чеи. Листья салата разрываем на небольшие кусочки. Добавляем туда же. Присыпаем тертым сыром. Далее добавляем наши обжаренные креветки. Отрезаем немножко острого перца. Добавляем туда же. Для заправки нам понадобится. Берем сметану. Добавляем оливковое масло. Приправа така. Мед. Трем цедру лимона туда же. Выжимаем сок лимона в нашу заправку. Все это хорошо смешиваем. Поливаем нашу основу салата и хорошо перемешиваем. Следующим у нас идет салат с курицей и картофелем пай. Нам понадобится. Нарезаем кубиками вареную курицу. Затираем огурец и добавляем курицу. Помидорки чир разрезаем на 4 половинки. Всыпаем туда же. Натираем сыр. Добавляем его. Натираем чеснок. Добавляем майонез к чесноку, перемешиваем, солим и заправляем майонезом чесноком. Натираем картофель, заливаем водой. Хорошо промываем его, выкладываем на салфетки. В кастрюле наливаем 200 мл подсолнечного масла, разогреваем его. Добавляем салат картофеля. Когда он будет готов, выкладываем его на бумажной салфетке, чтобы масло стекло. Выкладываем наш салат. Присыпаем картофелем пальцем. Салат готов. На десерт у нас торт Беловик. Пышки в нем будут на меду, а крем заварной на коржи. Нам понадобятся. Добавляем яйца. Гасим соду уксусом и добавляем к яйцам. Хорошо взбиваем венчиком. Добавляем сахар и продолжаем взбивать. Добавляем мед. И опять смешиваем. Добавляем маргарин. Делаем паровую баню. Доводим до кипения, постоянно помешивая. Всыпаем два стакана муки через сито. Оставляем на паровой бане в течении 10-15 минут. Все время помешивая. На стол всыпаем один стакан муки. В нее всыпаем тесто. Хорошо вымешиваем. Делаем из теста колбаску и разделяем на 4 ровные части. Раскатываем очень тонко, пока тесто горячее. Запекаем коржи в ранее разогретой духовке до 180 градусов до готовности. На крем нам понадобится. Выливаем молоко в кастрюлю. Доводим до кипения. Добавляем. Вбиваем яйца. Сахар. Перемешиваем венчиком. Добавляем луку. Добавляем 10 слов кипяченого молока. Перемешиваем венчиком. Вливаем эту массу в молоко. Доводим до кипения. Все время помешивая. Охлаждаем. Добавляем размягченное масло. Вбиваем яйцером. Смазываем наши коржи. Далее выкладываем следующий слой коржа. И также смазываем его кремом. Повторяем эти действия несколько раз. Обрезаем неровности по бокам торта. Трем на терке. Присыпаем сверху. Убираем холод, чтобы пропитался. Вот мы завершили приготовление праздничного стола за 1000 рублей. Давайте попробуем, что у нас получилось. Первым хочу попробовать свиные ребра под соусом барбекю. Тохнут очень приятно. Запахом барбекю. Давайте попробуем. Ребры получились очень сочные. Легко режутся. Легко кусаются. Хороший рецепт. Всем советую. Следующий попробую гажоры. Сырные. Прекрасная сырная закуска. Впишется не только на праздничный стол, но и отличное сочетание. Как борщу, как и другим супам. Перейдем к салату из курицы, рассыпанной картошкой пай. Конечно, когда первый делаешь укус, сразу ощущаешь сочность овощей, которые там используются, сочные курочки. И в конце приглашенный вкус картошки пай. Салат простой и вкусный. Далее у нас салат из клеветок с интересной заправкой. Медово-сметаной. И авокадо. А также листиками салата. Еще из интересного то, что там использовалась интересная приправа. Вкус довольно интересный. Ощущение, как будто бы ты сейчас ощутился в другой стороне. Приправа дала яркие нотки специй. Очень интересный салат. Но, наверное, будет на любителя за счет своего яркого вкуса. Мы его пропитали всю ночь. Поэтому он довольно легко развязался. Пышки пропитались. Сейчас оценю его по вкусу. Еще раз вкусно. Вкусный торт получился. Хорошо пропитался. Крем у нас получился как надо. Спасибо за просмотр. В описании я оставлю ссылку также на наш стол праздничный за 2000 рублей. За 3500. Пишите в комментариях, как вам этот праздничный стол. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok